добрый вечер это михаил лобковский программа взрослым о взрослых 7 такая интересная мой взгляд тема но практически во всех семьях даже в самых счастливых семьях существует конфликт это нормально все мы живые люди есть недопонимание есть разные подходы к одним и тем же проблемам есть конце концов и нервы люди живые но есть конфликты системные конфликт из которых люди не могут выйти годами это может быть все что угодно это может быть какая-то несовместимость это может быть конфликтный характер это может быть как-то нанесенные обиды которые не проходят потому что поведение партнеры никак не меняется это могут быть конфликты продолжающийся практически каждый день или из-за повторяющегося раздражителя и вот для того чтобы такие конфликты решить я предлагаю условно два сценария первый сценарий это вы выясняете отношения и вы этот конфликт пытаетесь к сожалению к отвлек нам же простите за тавтологию путем как-то разрешить обычно если вы спросите себя как это происходит или происходило в вашей жизни это действительно сводится к выяснению отношения тем не менее кому-то наверное удается разрешить эти проблемы таким образом а вот второй сценарий если вы понимаете что вас конфликт уже системный характер носит что это очень дал и долгоиграющая пластинка то второй сценарий предполагает чтобы вы на некоторое время разъехались обычно это бывает до трех месяцев и пожили отдельно с целью успокоиться с целью выйти из этой ситуации запускалась эпицентры войны и определиться для себя хотите ли вы продолжать отношения готовы ли вы поступить с чем-то готовы ли вы компромиссу хотите ли вы жить с этим человеком и так далее и так еще раз существует мы говорим только о серьезном конфликте который длится долго и который в отличие от простых бытовых проблем не удается разрешить так чтобы на утро в столиках ни в чем не бывало конфликт который длится годами и вот когда вы с такой ситуации сталкиваетесь и альтернатива только развод а вы хотите сохранить семью дальше есть два варианта первый вариант попытаться внутри семейной жизни находясь его разрешить а второй вариант для того чтобы этот конфликт как-то разрешить разъехаться примерно на три месяца успокоиться и определиться в жизни вопрос понятно что и первый второй сценарий имеет свои плюсы и минусы а что вы думаете и о первом сценарии а втором были ли у вас ситуации когда вам приходилось или такие были другим способом эти проблемы решать насколько успешно это получилось и так напоминаю темы которые мы сегодня обсуждаем следующим образом выглядит накопившиеся конфликтные ситуации накопившиеся проблемы в семье который не решается за один разговор и который длится очень долго и следующее что после этого произойдет может быть только развод то есть ситуация достигла критической отметки два способа выхода из этой ситуации первый способ выяснить отношения так чтобы как-то прекратить эту проблему и второй способ разъехаться на некое время как я уже сказал ну скажем до трех месяцев для того чтобы успокоиться осознать проблему осознать собственные желания сохранить семью и через там этот срок встретиться и уже может быть эта проблема будет разрешена не знаю поэтому задаю вопрос вам так как многие из тех кто слушает и сейчас находится в сложных отношениях в семье и пробовали наверное по-разному и есть какой-то опыт и самое главное я бы хотел услышать еще и ваше мнение что вы думаете какой из этих двух сценариев на ваш взгляд оба подчеркиваю имеют и плюсы и минусы какой из этих двух сценарий тем не менее предпочтительней татьяна из москвы нам пишет уважаемый михаил вы предлагаете при конфликте супругов им разъехаться несколько месяцев жить отдельно друг от друга они подскажете ли куда им разъезжаться в избушку на курьих ножках на пушке построить или к родителям высвоясь замечательного просто татьяна друзья мои дело в том что вопрос этот неспроста возник дело в том что существует как мне кажется такая российская советская практика решение подобных проблем общемировая они отличаются друг от друга дело в том что в советское время вам действительно некуда было поедаться потому что ну да или на избушку на курьих ножках правильно пишет татьяна или к родителям высвоясь и в дореволюционное время родителям высвоясь и тоже не разбежишься потому что если жена скажем пыталась я не знаю даже от побоев своего мужа вернуться к родителям то родители отсылали и обратно с текстом что это ваши семейные проблемы дома и решаете а в советское время был известный жилищный кризис и жить было негде и более того что там говорить о семейных конфликтах когда даже бывшие супруги уже с новыми семьями ютились в одной квартире кстати нередко и в коммунальной квартире поэтому татьяна не праздный вопрос задает тем не менее сегодня эта проблема я имею ввиду технически абсолютно решаемая есть где жить есть возможность снять если нет денег квартиру хотя бы комнату это я думаю даже практически пенсионера может быть по карману если на комнате говорим дело не в этом сейчас как в советское время технической стороны у этой проблемы нет есть понимание того как все-таки эту проблему решать лучше еще одна татьяна пишет мы с мужем как-то разъехались через месяц он нашел себе женщину обратная дорога в семью заняла у него почти год интересно что я могу по этому поводу сказать друзья мои а если вам не удастся решить проблему находясь внутри конфликта то есть не выходя из дому что называется то дорога обратно может занять не год а и вообще может не быть дело может кончиться плохо дело может кончиться разводом можно до ораться и до скандалить до такого состояния когда сама идея сохранения 7 себя просто и живет в этом смысле я сказал с но самого начала что риски есть и каждый из этих предложенных сценариев имеет свои плюсы и минусы это вопрос выборы вопрос приоритета что вы считаете наиболее эффективным никто не может гарантировать что если вы будете жить вместе и до друга добивать то вам удастся выйти из конфликта и дело не кончится разводом также никто не может дать гарантия что если вы разъедетесь на некоторое время это некоторое время может обернуться вечностью здесь нельзя сказать на сто процентов какой из этих способов там стопроцентно правильный или эффективный вопрос подчеркиваю выбора так игорь из казана как вы себе представляете что сказать детям родственникам что родители разводятся вы знаете не знаю это зависит от возраста детей если дети совсем маленькие то может быть им ничего не предсказать или придумать что-нибудь то что многие придумывают про покойного папу личка космонавта гораздо проще придумать какую быть командировку если дети ну взрослые достаточно подросткового возраста и можно сказать во-первых дети не глухие не слепые они видят что происходит у них дома в каком состоянии вообще находится их родители они слышат эти крики эти выяснения отношений который надо переходит просто в драку и сказать детям что так больше продолжаться не может и мы решили пожить отдельно и успокоиться ну да так как она есть так и сказать это как я уже сказал зависит от возраста самих детей андрей из петербурга я считаю что разъехаться это признает свое поражение то есть людям не удалось договориться но тоже спорный вопрос это не поражение это признанное обоими сторонами решение более того я не имею ввиду хлопать дверью я не имею ввиду собирать чемодан с криком я ухожу к маме и не не это не эмоциональное решение это продуманное решение когда люди столкнулись с неким тупиком у них не получается выйти из этой проблемы и они тогда говорят там давайте возьмем так давай возьмем тайм-аут и некоторое время поживем отдельно в каком-то смысле можно его считать это временным поражением тактическим но если стратегически вам удастся сохранить семью то это будет победа не поражение и с другой стороны если вы будете как бы не уходить от проблем как думает многие и находясь в эпицентре этой войны и продолжают выяснять отношения никто вам не гарантирует что вы в этой войне победите так ирина разъезд разрушить жизнь семьи может быть она после этого не восстановится или на может быть и не восстановится и об этом сказал иван из воронежа вы правы михаил надо же как-то прекращать постоянные конфликты и скандала тут проблема в том друзья мои что если вы когда-нибудь проанализируете как у вас вообще происходит конфликты и скандала вы поймете что вы играете одну и ту же пьесу я имею ввиду что все происходит по одному и тому же сценарию ничего собственно не меняется каждый раз как нам кажется у нас происходит все время новые поводы для конфликта но я уже эту шутку она уже такая затасканная много раз на радио цитировал о о том что вы есть у психологов такая шутка что большинство разводов происходит потому что ботинки в коридоре стоят мне параллельно друг другу но каждый раз находятся тарелки ложки носки разбросанные по комнате остывшие обеды неубранные постели грязные ванны это может быть все что угодно поздние переходы какие-то разговоры по телефону которые настораживают какие странные звонки но там можно перечислять достаточно долго но самое интересное что это действительно происходит одинаково кто-то один начинает как при запевании песни другой подхватывает если вы со стороны посмотрите и вспомнить как это все происходило действительно один и тот же сценарий поэтому тут надо это тоже понять интересный такой оригинальный обскал перекос в нашей программе александр пишет михаил вы живете явно не в россии людям физически не на что жить а вы говорите разъехаться александр отвечаю я не знаю в каком городе живете вы ему первом городе москве учитель один из самых малообеспеченных одна из самых малообеспеченных профессий с нагрузка 20 часов неделю классом руководством и кабинетом получает 40-50 тысяч рублей в месяц врач терапевт получает 40 55 60 тысяч рублей в месяц поэтому друзьям а это все из области видимо каких-то стереотипов нищих врачах и учителях снижать на сегодняшний день во всех случаях в москве думаю не только в москве такие категории граждан совсем даже не нищий поэтому еще раз настаиваю на том что при желании разъехаться есть куда и в конце концов есть друзья и родственники проблемы это вполне решаемые наташа что-то хочет сказать ты очень часто говорят что хороший вариант разъехаться на время попробовать как-то вот туда пожить друг без друга и может быть что-то исправить или что-то понять а нет вот по твоему мнению такой вероятностью что кому-то из пары это наоборот очень понравится то человек может и не думал что все может обернуться так и вдруг он понял что у им очень хорошо правильно мыслишь есть очень хорошо он получает удовольствие от свобода делает то что он хочет да и все становится на так вот на свои места ну я бы сказал философски на это но не судьба значит значит не судьба и тогда мигке есть тоже встречный вопрос но хорошо да такая опасность собственно есть но если вы будете жить в конфликте каждый раз просыпаюсь как тот фильм назывался в постели с врагом а не закончится ли брак еще быстрее при таком раскладе хочется в свою очередь спросить при таком раскладе на мой взгляд все-таки какой то есть еще шанс да какие-то отношения наладить может быть о чем-то договориться потому что на мой взгляд зачастую бывает так что люди просто не могут донести друг до друга свои претензии понятно вообще долго не слышат не понимают и тогда то мое мнение что пока люди вместе если они хотят быть вместе просто не что-то не получается у них есть шанс как только они разъезжаются то есть не во всех случаях но я не исключаю этот вариант как только они разъезжаются у кого-то из супругов может просто камень из души упасть это все он уже ни за что не отвечает на дарова так ты правильно рассуждаешь правильно хорошо хотя я конечно не могу не обратить внимание же женский подход не просто твой личные но он еще как бы лично еще и женский потому что женщина действительно считает что мужчины получают некую свободу а бедная женщина остается в этой семье с этими детьми да и пока мужчина там будет свои три месяца гулять она будет заниматься детьми мужчине понравится он пока дальше пойдет гулять и в семью не вернется согласен я честно сказал вначале что есть плюсы есть минусы это минус это один из минусов но я настаиваю на том какой тоже больно жирный минус то да да минус прилично эти хочу сказать лично это снова мелкий не мелкий согласен хотя я ради объективности могу сказать что эту проблему можно решить то есть как-то договориться как именно они будут жить отдельно вплоть до того что и жена может иметь некую свободу свою за это время муж как раз посадить с детьми так как стать это бывает после развода но я другое хочу сейчас сказать прости пожар в ситуация когда люди расходясь да даже на три месяца могут договориться почему что они не могут договориться тогда в семье расскажу а они не соприкасаются три месяца они не общаются но ты меньше выделить ты думаешь что люди которые не могут договориться в семье пойдут на условия которые допустим ставят какой-то консультант семейный да и говоришь на делать так и так они будут соблюдать эти вот что скажу а семейный консультант им не может ставить условия может им что-нибудь предложить а их дело принять его предложение или не принимать здесь нельзя никому никаких условий ставить я сейчас о другом хочу тебе сказать вот смотри если тебя наташа родственники дальние близкие и ты их просто обожаешь и как новый год ты сразу письмо как 8 марта открыточку а теперь представь себе что это родня от тобой любимые приехал навеки поселиться в твою квартиру и говорит наташенька мы так скучали по тебе теперь мы целый год не будем расставаться я на тебя посмотрю вот то же самое я говорю о любимых родственников да можно сказать а ситуация когда там не то что любимый или любимый ненавистные друг другу супруги вот приходит прийти объясню о чем речь идет приходит ко мне уже не молодой человек там лет 17 по моему у него брак это было много лет назад и говорит мне вот что говорит михаил санч я просыпаюсь ночью и вдруг вижу надо мной склоненную голову жены который смотрит мне в глаза закрытые шепчет сволочь живя говорит просто прошиб холодный пот я говоря об этих ситуациях я не говорю о том что плохо помыта тарелка я не говоря о том что носки разбросаны или валяются под кроватью это та бытовуха который просто я бы сказал украшает семейную жизнь я говорю а вот об этой ситуации когда муж просыпается открывает глаза над ним склонилась любящая жена с текстом сволочь и с острым желанием ее тут же передушить ночью пока он спит вот о чем я говорю в таком случае если такое желание зачем вообще что-то пытаться исправлять зачем они держатся нужно просто тупо разводиться ты знаешь разве развестись люди всегда успеет до задача скажем там семейного психолога все-таки попытаться семью сохранить дело в том что я сейчас не помню о чем была история про жену который шептал ночью сволочь но бывает ситуация когда люди вот ходят по кругу как я уже сказал конфликты по одному сценарию и они просто из нее выйти не могут и то что они реально друг друга ненавидят конечно они давно развелись бы и без всякого совета они они уже просто в тупике находится они не знает как выйти потому что там самолюбие играет роль а унижение который кто-то испытывает обида который длится годами самая распространенная ситуация жена уличила мужа в измене ситуация прошла вроде бы все рассосалась через год легкое подозрение какое-то сообщение сама из телефоне какой-то приоткрытый сайт одноклассники какой-то звонок после чего муж уходит в туалет разговаривать и она обратно включилась и все и отношения уже конфликтные ну по определению можно уговаривать что и показалось но они сразу включается вот это годичной давности обида и вот уже отношения совсем никакие продолжать дальше находиться в такой ситуации как у нас любит говорить вариться в собственном соку или разъехаться в между прочим разъехаться когда жена говорит мужу милый но тебе как бы любовница больше интересует ты иди погуляй пока три месяца прими решение если да то будешь гулять дальше то есть я как бы не позволяю с собой так обращаться вот например хорошо а не проще в такой ситуации просто взять жену у которой подозрение или мужу которого подозрение ниже неважно и уехать там на месяц не знаю на море то есть уехать отдыхать просто поменять на надо же все отмечают особенно еще приписывают и детей оставить в тёще это безусловно из детей но они потом возвращаются вместе с ними возвращаются все проблемы обратно а когда они возвращаются из разных квартир эти проблемы не возвращаются а здесь немножко жёстче стоит вопрос но я хочу чтобы ты не говорила там что я так предлагая хочу как бы свое мнение высказать самый кон в самом конце программы давай я прочитаю тут у нас скопилось много сообщений герман узов и подписался вегетарианец герман узов и если не изменить состояние сознания игры вернуться на круги свои через три месяца предлагаю совместно отказаться от плоти живых существ пищи понятно но может быть герман в чем прав может быть действительно вегетарианцы менее конфликтно потому что они едят мясо так друзья мои возьмите себя в руки не пишите мне какие зарплаты получает городе ярославль и так как это не является темой нашей программы вот очень интересная наташа ситуация когда как бы об одном говоришь а у людей на самом деле в то время наболела совсем другое это как любимая тема про прописку но просто на зарплату которые люди получают снять квартиру нереально я поначалу это отвечу ярославль и пропорциональной зарплате снять квартиру стоит там 10 раз дешевле чем москве но это если не давать деньги на еду и на детей я понимаю но давай все-таки не будем про деньги так ну пошли да 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 михаил 40 50 тысяч круто даже для челябинской пишет дима так я попробую найти хотя бы одну теперь послание зря затеял разговор про деньги который на самом деле не имеет прямого отношения к нашему разговору дать попробуем найти одно не про деньги вот александр и саратов зачем ругаться нужно найти другую и все дела женщин полно хоть пруд пруди понятно и бросить детей и заводить все новую новую плодиться и плодиться прекрасно по логике александр и детей кстати у нас тоже полно срега делаем их можно бесконечно очень такой вообще подход интересный да но мужские от женских действительно отличается и хочется еще сказать александру не зарекаетесь потому что есть страна в европе в основном где женщин намного меньше чем мужчин а еще александр либо вы предлагаете свою предыдущую жену здесь мне выкинуть из квартиры либо вы настолько богаты что будете покупать квартира либо третьем вариант вы будете все время искать женщин с квартирами что тоже вообще в нашей стране очень очень интересно ладно я живу о это виктор пишет я живу в торонте у нас принято если проблема есть долгое время например год люди а если есть проблемы долгое время например год не разрешается то супруги могут пожить и отдельные при этом ходить к семейного психолога но я сказал начале программы что есть общемировой способ решения проблемы есть российские разницы даже не менталитете а в том что действительно в советское время невозможно было никуда податься потому что в это время все были прописаны никаких частных квартир вообще не было стежи искание считая частной квартирой да и никто никого бы не мог держать на другой жилплощади вообще там по три поколения жила в одной семье во всем мире таких проблем не было более того во многих странах до 50 процентов населения так живут в съемной квартире я не знаю что делать но я просто делать вынужден паузы потому что народ тупо продолжает писать сколько они зарабатывают как будто мы сейчас это обсуждаем друзья мы возьмите себя в руки и давайте смените немножко тему мы не обсуждаем где у кого какие зарплаты если кто-то не верит по поводу зарплат учителей в городе москве позвоните в рано да нет но зарплаты и неважно можно же пойти к маме и другом я туда куда угодно как царской россии родители не выгонят они а вернут обратных мужем и на из москвы трудно и трудно и понять человек и показать трудный понять человек и наладить отношения находясь ежедневно в эпицентре войны с ним да сложно налаживать отношения сложно их налаживать потому что как я уже сказал это все равно сведется к выяснению отношений тут речь идет не о налаживании отношений тут речь идет о том что будут взаимные претензии будут воспоминания я вам хочу сказать друзья мои когда ко мне люди приходят в консультацию на семейные пары я имею ввиду и начинают разговаривать то обычно через три минуты от начала разговора один у сопрова бывает а помнишь в семнадцатом году как-то со мной обошлась и говорим друзья мои давайте мы сейчас не будем выращивать грязные белье мы не будем вспоминать что вы делали семнадцатом году потому что это неэффективно это бессмысленно дайте говорить о том как вы живете сейчас у людей действительно есть такая склонность в процессе конфликта поднимать все куда-то сказать простирается память и помнить плохое хотя у людей вообще есть такая некая охранные психологические функции люди стараются о плохом забывать и помнить хороший тем не менее когда речь идет о конфликте напротив вспоминается действительно плохое и люди пытаются вспомнить все и так называемые налаживание или как говорят конфликтологи контролируемый конфликт которым на самом деле просто еще учиться надо потому что конфликт друзья мои это эмоции и сложно предположить что люди которые находятся в возбужденном эмоциональном состоянии могут контролировать свое это состояние да да дальше вот тут света по интернету прислала вопрос михаил что делать если мы живем на зарплату мужа я не работаю нас двое детей конфликты постоянные если он уйдет мне брать у него деньги каким образом да да я думаю мне видим придется на на раньше чем закончится передача все-таки высказать свое мнение как я это вижу потому что таких вопросов действительно много и на какие деньги ты правильно сейчас прочитал это сообщение по делу и что детям сказать и так далее где жить друзья мы давайте некоторые карты откроем смотрите если вы выбираете первый способ если выбираете способ не выходя из помещения решать эти проблемы то вы хотя бы не выясняйте отношения не наезжайте друг на друга начинайте хотя бы себя скажите хотя бы начните разговор с того в чем не правы лично вы что вы сделали как вы сами считаете не так вы можете подыграть и сказать как наверное ему или ей с вами трудно вы таким образом спровоцируйте у партнера возможность самому сказать и о своих минусах о своих недостатках о том что он делает неправильно это даст какой-то надежду на более не менее конструктивный разговор разговор начинающийся с фразы вот как ты со мной там поступаешь себя ведешь и так далее он уже обречен на очередное выяснение отношений что ты делаешь что-то себе позволяешь и и так далее если а так как мы все не без греха вы начнете себя у вас действительно появится возможность она более конструктивно этот разговор провести но в чем проблема разговор это разговор да это слова а завтра вам же опять оказываться вечером после работы вместе и я не очень верю в такую нечеловеческую силу слова настолько там большую да и буквально все сметающие на своем пути что после какого-то разговора или каких-то разговоров от которых обычно все только устают жизнь кардинально может измениться тем не менее есть люди они как правило не конфликтные которым удается договариваться это сценарий если вы вместе а теперь сценарий если вы разъезжаетесь там есть некие правила поделюсь этими правилами во первых вы разъезжаетесь на какое-то определенное время это не бесконечный процесс это может быть но месяц это мало примерно два и максимум до трех месяцев дальше уже 10 начинается какая-то уже несовместная жизнь что можно и что нельзя нельзя кому надо можете записать буду диктовать медленно заниматься сексом друг с другом в это время исключено нельзя выяснять отношения друг с другом исключено и немножко более сложная вещь нельзя обсуждать друг друга есть разница между выяснением отношениям и обсуждением обсуждения это некая критика в адрес друг друга это не совсем выяснение отношения это критика с упоминанием личностных черт характера как бы вот третий вечер не выяснять отношения не заниматься сексом и не обсуждает друг друга это железные правила если вы решились на такой эксперимент это надо соблюдать это первое второе вы можете общаться но вот кроме этих трех тем а именно вы можете проводить время вместе с детьми вы можете гулять ходить в кино в театр вы можете вместе обедать и ужинать вы не должны вместе жить это время то есть тот кто ушел не может оставаться скажем на ночь он может приходить но он должен уйти следующее и одной из самых важных вещей когда вы об этом договариваетесь вы должны поставить перед собой понятные задачи вы должны сказать что мы расстаемся вот у нас такие непреодолимые препятствия совместной жизни непреодолимые противоречия мы договорились о том что мы на какое-то время расстаемся и через это время мы должны дать другу ответ ответов несколько ответ 1 хочу ли я сохранить семью да или нет если человек хочет сохранить семью мы придется принять те условия при которых это же не будет реальной семейные если человек ведь всем а обоим странам понятно о чем идет речь и в чем суть конфликта если человек согласен с хранением семьи он принимает для себя решение что на этот компромисс идет и второе если то есть чек как бы принимает эти условия при которых семья может быть те условия которые он не мог до сих пор во время конфликта принять и второе если мы говорим или каждый или один из нас что ему понравилось жить одному он будет жить один тут уже ничего не поделаешь хотя бы будет попытка мирного расстояния дело в том что когда развод после конфликта семейного гораздо хуже потому что это война от которой дети страдают уже и после развода я не говорю что один или другой способ хуже или лучше хотя мне ближе способ пожить отдельно я говоря о том что в такой ситуации надо каждому для себя просто понять как он эту проблему будет решать в принципе наташа вот лилия прислала сообщение которые вот на мой взгляд прекрасно иллюстрирует все что ты говоришь я поговорила с мужем так примерно полгода назад на это я получил ответ что о как интересно меня все устраивает есть что-то тебя не устраивает это такая крутая я с удовольствием поживу в гостинице а ты поживи за свой счет наташа это не конфликт и невыяснение отношений это мирные попытка решить проблему здесь не надо считаться не надо никого выставлять вот и спросила там света по моему звонила там типа денег не дам даже века хочешь да не об этом речь идет защита попытки мирно решить естественно что если муж живет в гостинице на съемной квартире три месяца естественно он участвует в обеспечении 7 как он участвовал когда они жили раньше это не попытка свести счет за действительно проще развестись это попытка все-таки решить проблему которая решить трудно очень хотелось бы веришь такое бывает такое бывает и действительно есть это общемировая практика где люди в течение какого-то времени в мире это принято живут отдельно почему этого не было в россии я уже десять раз объяснил а некуда податься было взямы и наше время подошло к концу спасибо за сообщение прощаюсь с вами до воскресенья пока